Страшно сказать в наши дни, я пацифист, я убеждённый пацифист, и для меня всё, что связано с войной, это катастрофа. То, что происходило в Чечне и началось осенью, собственно, потом, в 94-м году, в декабре, уже как военные действия, вот это всё я восприняла совершенно как трагедию. И именно тогда, ну так странно, можно было ещё выражать это своё отношение к войне, её неприятие, можно было выражать в эфире. Главный итог 90-х, и не только нас, как журналистов, но и многих политических деятелей, общественных деятелей, это то, что именно гражданское общество так и не сделали мы, не сформировали, не сложили его. Нету гражданского общества. Сейчас последние осколки его выметают куда-то, как ссоры из избы. Здравствуйте, дорогие друзья. Это наш видеоформат нашего стрима «Смотри в оба». Я Ирина Петровская, его ведущая, и сегодня по многочисленным вашим просьбам у нас тоже долгожданные невероятно гости. Правда, многие из вас писали, пригласите, пожалуйста, Светлану Сорокину. И вот мы пошли вам навстречу, и вот в нашей студии Светлана Сорокина. Здрасте. У меня тяжелейшая задача. Поскольку я знаю тебя много-много лет, я знаю, о чём ты не любишь говорить. О личном. Ты не любишь ничего вспоминать, считая, что жизнь дальше идёт. Поэтому мне надо как-то между этими струйками пройти, да? Ну, давай вот с такого момента начнём, с такого вопроса. Знаешь, известное выражение, которое приписывает Конфуцию. Не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Нам, вот теперь нам с тобой предстоит понять, повезло или не повезло, нашей даже не поколению в возрастном смысле, а нашей такой генерации журналистов, которые пришли в эпоху перемен в профессию, дальше прожили некий, как сейчас говорим мы, золотой век, и снова пришли в эпоху перемен, причём движение было далеко не поступательное. От худшего к лучшему, и потом от лучшего уже куда хуже некуда. Вот мы оказались в этой тяжёлой, прямо скажем, точке. Так вот, давай попробуем вместе понять. Мне интересно, что ты думаешь. Вот этот опыт наш, вот такой многомерный, объёмный, многолетний, он нас сделал сильнее и делает сильнее сегодня, или он, наоборот, нас ещё больше деморализует? Ничего себе вопросик. Мне кажется, в каждом случае по-своему. В каждом случае по-своему. Мы можем только за себя говорить. Я за себя, ты за себя. За всю генерацию, за всё поколение. За себя. За себя. За себя. Пытаюсь понять. Наверное, всё-таки сильнее. Наверное, всё-таки сильнее. Я, честно говоря, несмотря на многое из того, что происходило в последнее время, и что совершенно в каких-то более ранних, наверное, годах меня просто бы добило, я сейчас выношу это, могу это вытерпеть. Поэтому, наверное, выносливее. Выносливее, может быть, но... Вот сильнее не скажу, выносливее скажи, пожалуй, но не сильнее. Хорошо, тогда перейдём тем более к твоему личному, твоей жизни. Можно я сама себя процитирую? Не тебя, а себя. Потому что этот текст я написала, и сама удивляюсь, как точно всё это сформулировала, в «Новой газете» несколько лет назад, на твой день рождения. И назывался он, естественно, «В круге света», поскольку в то время ты вела такую на «Эхе Москвы» программу с подзаголовком «Телевидение», который мы потеряли. И вот смотри, что я пишу, и не откажусь ни от одного слова. «Телевидению век недолог» в том смысле, что телевизионная слава непрочна и недолговечна. Пока человек в кадре, его узнают и оказывают знаки внимания. А убери иных из магического ящика никто и не заметит. Уж сколько их упало в эту бездну. Много лет назад один из руководителей ВГТРК, теперь можно сказать, что это был Эдуард Михайлович Сагалаев, высказался на эту тему определённо и цинично. Времена бурных выступлений в защиту взгляда и прочего, когда зрители выходили на митинги, миновали. Вот Сорокина, звезда, кумир зрительских масс. А убери её мы. Ну, зрители несколько дней звонками замучают, газетчики три дня, пошумят. Неприятно, но всё это можно пережить. Дальше я делаю из этого выбор. В общем-то, он оказался прав, потому что, когда Сорокину убрали, так всё и вышло из вести, я имею в виду, в 97-м году. Ошибся же он в главном. Зрительские массы не забыли Сорокину ни тогда, когда от неё избавились в вести, ни позже, когда для неё не нашлось места ни на одном из федеральных каналов. Ибо выяснилось, что зрители на долгие годы запоминают только тех, кого по-настоящему любили и кому безоговорочно доверяли. А таких за всю историю телевидения по пальцам можно пересчитать. Ну, и там в конце, что вот сколько раз мы где-то не бывали... Провалиться хочется. Сиди, сиди, что ты. Хочется провалиться. А это было уже написано, ты это читала. Я понимаю, да, но уже как-то это подзабылось. Никому из сегодняшних зрителей не приходит в голову называть Скобей Волечкой или там Зейналову и Радочкой. Может, и называют, откуда не знаю. Не-не-не, никогда не слышал, но про тебя говорят Светочка. И в целом это уникальный опыт. Реально ведь люди забывают через три дня. Это уникальный опыт. Секрет этого, во-первых, я уже объяснила. Но были люди в ящике, настоящие и живые. И они и реагировали, и говорили, как люди живые. А вот сейчас я смотрю в телевизор, и там наши коллеги, которые начинали примерно в то же время. И мне кажется, что это роботы. Потому что ни одна жилка, ни одна мышца, не знаю, что там ещё на лице, у них не дрогнет, что бы они ни говорили. А порой они говорят что-то совершенно чудовищное. И вот как ты это объясняешь? Это результат профессионального выгорания. Это самообман. Почему так случилось, что из людей, относительно живых и настоящих, люди вот ради ящика, ради какой-то, может, славы, я не знаю, превращаются вот в этих вот роботовидных каких-то существ. Ну, давай справедливости ради скажем, что всё-таки тех, кто прям-таки вот начинал с нами и вышел ещё из 90-х, таких совсем мало. Тех, которые вот были тогда и сильно изменились, придя к этой точке. И больше, чем тебе кажется. Ну, вот я что-то так прикидываю, всё-таки мне кажется, не так много. Остальные – это уже выходцы нулевых, там, десятых. А во-вторых, почему ты сбрасываешь со счетов такую возможность, что есть люди, которые, ну, не знаю, внутренне были не теми, кем казались тогда, а именно сейчас они настоящие. Может быть, так. Может быть, то, что нам с тобой кажется совершенно запредельным и невозможным, как мировоззрение, оно вполне у них органично существует, это их мировоззрение. Такое я тоже допускаю. Ну, есть, конечно, элементы приспособленчества и приспособленчества в первую очередь. Я, кстати говоря, тут совсем удивительно узнала, какие деньги сейчас зарабатывают звёзды пропагандистскими знамёнами. Это никому не снилось ни в какие времена. Они любят говорить, какие деньги зарабатывали вы, звёзды того времени. Да, они очень любят говорить, но мы меркнем просто... Меркнем по сравнению с тем, что случилось сейчас, и на каких это всё чернозём их всходит. Вот. Хотя, да, я говорю, я перестала смотреть телевизор, именно для того, чтобы не испытывать этих чувств. У молодёжи сейчас есть, в молодёжном сленге есть такое слово. Кринжовый. Слышала такое слово? Да, да, да. Это стыдный стыд такой. Да, испанский стыд. Мне кажется, что оно такое очень подходящее сейчас слово, когда ты слышишь чьи-нибудь выступления или даже просто видишь чью-то физиономию, которая, распалясь, что-то несёт. Вот у меня такое вот ощущение. Кринжовый спикер, правда, кринжовый. Даже не знаю, как иначе сказать. Все остальные слова что-то вроде не подходят. Вот. Поэтому смотреть неохота. И влезать в их голову, честно говоря, это негигиенично. А мне было бы интересно. Вот просто интересно узнать. Мне кажется, негигиенично влезать в их голову. И не хочется. Да, так случилось. Самое ужасное, Ир, что повернётся через несколько лет ситуация, и они опять будут на коне в первых рядах, переобудятся в воздухе. И большинство из них будет прекрасно себя чувствовать. А память наша? А память, она у нас короткая. Если доживём, конечно. А память короткая. Мы с тобой запомним, остальные забудут. Придут следующие поколения и будут воспринимать. Кто сейчас помнит, что нынешние самые известные люди на пропагандистской поляне когда-то были такими либералами, ничуть не стеснялись этого звания? Мы помним. Мы помним. И всё. А я в связи с этим, знаешь, что вспоминаю? Когда недавно совсем мы прощались с Эдуардом Михайловичем Сагалаевым. И это был, собственно, единственный момент за какое-то время, за несколько последних лет, когда в одном и том же зале... Сошлись. Сошлись совершенно разнонаправленные люди. Которые все считают себя и продолжают считать учениками или соратниками Эдуарда Сагалаева. Коллегами. Но при этом... Ты помнишь, как старались они не встречаться взглядами с нами? Как прошёл Дима Киселёв, наш товарищ из прошлой жизни, глядя поверх голов. Ну, тебе надо было, чтобы он на тебя обратил внимание? Нет, я говорю просто, это был такой вот образ, да? Слушай, я шла прямо на того же Эрнста, который сделал вид, что просто я такая маленькая и незаметная, что где-то проскочила и не видел. Ну, просто вот на него шла. И Олег Борисович до Бородей шёл. И Олег Борисович, да. Тоже не глядя поверх. Я почувствовала себя невидимкой, маленькой, хрупкой и незаметной. Тут вопрос. Они не хотят с нами встречаться с тобой взглядами и не замечать, потому что, может быть, им стыдно за себя нынешним? Вот уж нет. Нет. Или что? Или чтобы не прикоснуться к нынешнему? К неприкасаемым. К неприкасаемым. К лузерам. Мы лузеры, сбитые лётчики, мы из касты неприкасаемых. Не нужно к нам прикасаться. Сам заразишься. Может, они ещё и суеверны? Не знаю, у меня было ощущение, что именно... Ой, ты романтик. Я романтик. Я вообще идеалист и романтик. В каком-то из твоих интервью я прочитала фразу, когда тебя пытались вывести на разговор, скучаешь ли ты по телевидению, сохранила ли ты какие-то ностальгические воспоминания. Ты говорила, что телевидение тебя не держит. Вот так, как многим, как говорят, как наркотик, что было-было, иду дальше. Но, опять же, довелось это работать в эпоху самых невероятных и переменных, и катастроф. И вот совсем недавно отмечалась как раз дата 3 октября. И 4 октября. 3 и 4, да. Ну, если шире, там уже до этого были все признаки того, что произойдет, и 30 лет прошло. Лысенко, который тогда возглавлял ВГТРК, вспоминал, что тогда ведь не было никаких правил освещения войн, гражданских каких-то конфликтов, потому что все вышли из советского телевидения, где не было ни собственных каких-то конфликтов, ни войн. И что правило приходилось вырабатывать на ходу. И кровью. Буквально кровью, да, на коленке. И я знаю, что ты 3-го числа, 3-го, 4-го работала. Вот как вы договаривались, что давать в эфир, что не давать в эфир. Как вы формировали... Вы же сами тогда, что самое поразительное, да, каждый ведущий был, собственно, автором своей программы и, соответственно, отбирал и сам формировал какую-то новостную повестку. Вот как вы определяли для себя этичность того, что можно допустить в эфир? Вообще допустимость в условиях, когда, если ты помнишь, телевидение отключилось, и только ваша компания продолжила работать. Конечно, это я помню прекрасно, как отключилось. Я еще помню вот это смятение чувств. Если кто-то думает, что там все мы с аплодисментами принимали происходящее, с какой бы то ни было стороны, не знаю, как тебя, у меня полное смятение чувств было по поводу того же указа 1400 и по поводу роспуска Верховного Совета и всего, что происходило. Довольно трудно все это было, конечно. Третьего, когда все поотрубали, и началась вот эта катавасия с Останкина, с Макашовцами, вот со всем этим. Я, кстати говоря, у меня выходной день был, и я была дома. Я тогда на окраине жила, далеко, на Бабушкинской. Вот. А муж мой, Володя, он, как только начались эти события, сразу подхватился ехать в центр и снимать. Он оператор. Ну вот просто, как, наверное, многие тогда, есть какая-то профессия в руках. Ты можешь что-то делать, и вот поеду. А меня не пускал. Я говорю, я тоже поеду, я тоже поеду. Но он меня не пускал. Это на шантаж пошла. Я говорю, а машина, в общем, моя. У меня, правда, эти жигули были, служебные от как раз ВГТРК. Ты меня однажды на них подвозила. Да, красненькие жигули такие были. Я говорю, моя машина. Эти ключи не дам. В общем, у нас такая ругань на пороге произошла. И потом мы с ним оба выкатились и поехали. Он довез меня до Демского поля, сам поехал. Тут же Лена Масюк, кстати говоря, приехала на Ямского поля, и он с ней поехал снимать по больницам, как сейчас помню, снимать тех, кто был ранен, попал в больницу. А я пришла, и там уже был мой любимый редактор Андрей Гончаров, помню. А он такой человек интересный. Он полиглот, он несколько языков знал, и это было здорово, потому что разные иностранные агентства, не нужно было искать переводы, ничего. Он тут же их считывал с экрана. И он очень спокойный, такой взвешенный. И вот прям действительно то, что надо в этих обстоятельствах. И мы с ним, помню, сели сначала в комнате себе готовить выпуск новостной, а потом прямо под окнами раздалась очередь автоматная. Я даже не знаю, кто там приблудился, и каким образом там у нас очередь эта прозвучала. Больше не было. Как-то остановили там на подступах. Но я помню вот это своё чувство, когда начинаешь искать пятый угол. Страшно. Потому что окна большие. Второй этаж, по-моему, сидели. Такое ощущение, сейчас прошьют. И ты так... Ужас. И мы сели, помню, в таком предбаннике, как бы тёмном, ну, чтобы не было окон. И там сидели и набрасывали с ним о чём говорить. По какому принципу это было? По принципу «не навреди», просто отражение происходящее, отражение того, что происходит. С этой стороны, с этой. Есть информация об этом, столько раненых. Ну, в общем, вот всё, что было, как без лозунгов, безо всего, просто вот это всё проговаривали. А потом я пошла под утро уже. Кто-то ещё вышел на работу. И Коля с вами заработал, кто-то ещё пришёл. И я уже с ног валилась, и я решила идти к сестре. Она жила на Тишинке прямо рядом. Дойти переночевать. Ну, машине доехала. А она на Тишинке, на Тишинской площади, прямо на Средне-Тишинском жила. Ну, представляешь, да, как близко... Да, более чем. Пресня. И я помню, что я засыпаю под утро, и у меня такая одна мысль. Господи, сделай так, чтобы я проснулась. А это всё как-то рассосалось. Вот как-то оно вот к чему-то пришло, чтобы не довести до... А проснулась я под грохот канонады. Потому что на экране был обстрел Белого дома, а в окна шёл звук от этого обстрела. Потому что всё это вот грохотало прямо у нас. И я поняла, что самое страшное случилось. И идёт расстрел Белого дома. Вот и снова потащилась на яму. Ты правильно сказала, что не было никаких правил. Мы сами их пытались как-то выработать. Кто более эмоционально, кто менее эмоционально. Как получалось. Но помню это своё чувство. Кругового несчастья. Вот просто кругового несчастья. С той и с другой стороны. Кстати говоря, я утром пришла, как раз у нас очень серьёзно ранили от нашего корреспондента Сопронова. Его прострелили просто. Он был возле Белого дома, и снайпер его просто прострелил. Мы думали, что он не выживет. Выжил, по счастью. Но вот было вот это несчастье. И очень-очень страшно было. Это правда. Но вот сейчас, по прошествии времени, мы понимаем, что тогда перед всеми, в первую очередь, работающими в нашей профессии, тогда как раз, может быть, впервые встал вот этот вопрос выбора между меньшим и большим злом. Ну да. Вот эту проблему вы как решали? Установками? Или самостоятельно по внутреннему ощущению? А вот не было тогда в ту ночь, вот эту ночь, с 3-го, с 4-го, не было установок. Вот никаких установок не было. Я прекрасно помню, как мы с Андреем сидели, и просто вот сами себе установку делали. Как работать? Это новости российского телевидения. Мы работали всю ночь, и в это утро говорим вам доброе утро, и надеемся, что это будет так. Для тех, кто не видел ночные выпуски российского телевидения, напомним о событиях, прошедших суток в хронологическом порядке. В этом кратком обзоре мы использовали информацию экспресс-хроники, интерфакса и видеоматериалы, снятые нашими корреспондентами. Итак, воскресенье, 3 октября, Москва. Около часа дня на Смоленской площади прокоммунистические демонстранты пытались перегородить Садовое кольцо, напали на ОМОН, забросали милицию камнями. В это же время на Октябрьской площади началось всенародное вече, организованное коммунистическими движениями и партиями. Около половины четвертого митингующие прорвали блокаду ОМОНа на Крымском мосту и двинулись к Дому Советов. Возле самого здания Верховного Совета к трем часам дня собралось около 40 тысяч сторонников советской власти. В 15.45 начался штурм московской мэрии. В 17.18 часам здание мэрии и все подходы к Белому дому были полностью очищены от сил ОМОНа. Вот мы с одним редактором сидели и сами решали. Не было никаких других установок. Я помню, что Колес Ванидзе как-то более публицистичен был, больше выражал свое отношение к происходящему. Просто помню это. Сегодня, по сообщению корреспондента Интерфакса из района Останкинского телецентра, первая попытка штурма здания сторонниками Белого дома захлебнулась. Им пришлось отойти. В настоящее время продолжается перестрелка. Подожжен угол здания телецентра, где находятся эфирные студии. Среди гражданского населения есть раненые. Как сообщил на ту же тему Интерфаксу лидер парламентской фракции смена новая политика Андрей Головин, при штурме первых двух этажей здания телерадиокомплекса Останкина сторонниками Белого дома было убито 8 человек. Мы познакомили вас с этим синхроном, с цитатой Руслана Емрановича Хасбулатова для того, чтобы дать вам представление о той психической атмосфере, которая царит сейчас в Белом доме. Если верить бывшему спикеру Верховного Совета Руслана Емрановича Хасбулатова, то вся мировая разведывательная система во главе с Православной Церковью и лично Патриархом Алексеем Вторым штурмует сейчас конституционный строй России. К сожалению, верна древняя пословица «Если Бог хочет наказать человека, Он лишает его разума». А мы с Андреем взяли такую более сухую манеру говорить только о событиях и не вдаваться в эмоции. Вот это были индивидуальные установки, а никто нам не диктовал, как быть. Потом, кстати говоря, стали приезжать на яму люди, которые хотели поговорить в эфире, интервью дать или просто выступить. Они стали приезжать еще, разбавлять этот эфир. А вот что касается новостных вставок, то мы работали довольно сдержанно. А вот разве окончательно этот миф, который до сих пор гуляет, что компания ВГДРК, это одна из версий, вела свое вещание в ту ночь, когда отключились другие каналы, а других тогда еще было совсем немного, в первую очередь первый, из каких-то особых резервных студий, то ли чуть ли не бункеров, или шаболовки, или с ямой. А с шаболовки? Нет, мы работали с ямского поля. А гости, которые приезжали? Тоже приезжали к нам. Тоже на яму? Тоже у нас были, да. Не знаю, может, на шаболовке тоже еще что-то было, но вот у нас все происходило на яме. То есть вы никуда не... Ямского поля. Дело в том, что у нас ямского поля, это было наше основное здание, где были наши офисы наши. Там же было и родийное некое, так сказать, пространство. И буквально там примитивная студия. Потому что потом мы работали уже из Останкина, ну, практически сразу из Останкина работали, где арендовали войска-3, соответственно, помещения. А когда там произошло то, что произошло, мы снова на ямского поля и вещались в студии на ямского поля. Да. Именно оттуда. Ты сейчас до этого сказала, что вы работали в более сухой манере, не особенно выражаясь в его отношении. Коля с Ванидзе Николай Карловича был более публицистичен. Публицистичен, да. Но на самом деле, я помню, когда начали какие-то формироваться информационные стандарты, тогда в твой адрес доносились упреки, что ты, наоборот, слишком выражаешь, может быть, не в этот момент, а в принципе своё отношение к происходящему. Правда, было дело. Ты же знаешь, 90-е – это период ещё авторских новостей. Такое не бывает в природе, но вот... Но вот я думаю, зрители, которые до сих пор бросаются к тебе и просят тебя позвать, и говорят «Светочка», да, они это в первую очередь тебе ценили. Ну, знаешь, да, своё ещё прозвище. Родина мать. Родина мать, да. Время было эмоциональное. Время было очень эмоциональное. Мы все были очень эмоциональны. Но помню такой, так сказать, пик моей эмоциональности, так скажем, он приходился даже не на путь там 91-го или расстрел Белого дома в октябре 93-го. Он пришёлся на Первую Чеченскую войну. Вот Первая Чеченская – это какой-то пик именно эмоционального напряжения лично для меня был. То есть 94-е и 95-е годы. Может быть, к тому, что я... Страшно сказать в наши дни. Я пацифист. Я убеждённый пацифист. И для меня всё, что связано с войной, – это катастрофа. Тогдашнее такое первое серьёзное испытание с танками, с погибшими солдатами, с кровищей, со всем этим делом. То, что происходило в Чечне и началось осенью, а, собственно, потом, в 94-м году, в декабре, уже как военные действия. Вот это всё я восприняла совершенно как трагедию. И именно тогда, ну, так странно, можно было ещё выражать это своё отношение к войне, её неприятие можно было выражать в эфире. Более того, опять же, может быть, это легенда, хотя, мне кажется, я лично это видела и поэтому помню, что очень многие запомнили, не скажу, что рыдание, но навернувшиеся слёзы, когда ты сообщала в декабре о том, что начинается вот эта вот операция. Может быть, может быть. В эфире новости российского телевидения. Канун Дня Российской Конституции отмечен двумя событиями. Улицы городов украшены национальными флагами, а в Чечню сегодня на рассвете введены войска. Потом, я тоже помню, ты говорила, что у тебя вообще вся эта история с войной перепахалась страшно. Но парадокс. Да, шла, действительно, тогда никто не запрещал слово это. Ныне просто подсудные, крамольные. Парадокс заключается в том, что компания государственная, в которой ты в тот момент работала, позволяла себе рассказывать о всей изнанке этой войны, куда больше, чем компания другая, Останкина, там, негосударственная, в которой ты уже тогда... Ну, как она была тоже, по факту, государственная, Первый канал тот же, как он назывался, Останкина, не работала. И за это же в свое время, в 96-м году, Ельцин снял Олега Максимовича Попцова, председателя, с формулировкой... А не в 95-м? 96-й. 96-й. С формулировкой, чего он чернуху гонит. Чернуху гонит. Я, кстати говоря, потом оказалась в Кремле на приеме. Это я тоже помню. Помнишь, да? Но расскажи, все равно это было любопытное дело. Да нет, но, собственно говоря, чернуху-то в основном даже я гнала, а выключалось это в том, что можно было тогда еще правдами, неправдами, но можно было сюжеты показывать, где про то, как переживает эту войну мирное население местное, про беспризорников, которые остаются в этих развалинах. Я все это прекрасно помню. Стариков, которых никто не был. Русских стариков. Да, про этих пацанов, которые там в больнице потом инвалидами или просто умирали и так далее. Все это еще можно было снимать. Потому что еще не отстроилась машина государственной цензуры и такого, так скажем, государственного отношения к воинам задеваемым. Ничего этого еще не было. Вот эти зазоры можно было. Но я прекрасно понимала, что того же Олега Максимовича, который, по ходу, у меня пытался как-то увещевать, но это плохо получалось, что в большом счету я виновата во многом, что Олега Максимовича сняли. Потом, кстати, мне только его. А подождите, а после него поставили у нас сразу Сванидзе, по-моему. Сванидзе, да. А, вот он меня потом уволил. Да, это просто, по-моему. Тоже интересный был поворот. Да, да, да. Ну вот, у меня было это чувство. А потом так получилось, что был какой-то прием в Кремле, и там были... К 8 марта это был прием. Точно, к 8 марта. К 8 марта это был прием. Женщины знатные собирались в Кремле. Да, 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 да. Ну вот и мы тоже там были. Помню, была... Да, помню, действительно, женщины были. 8 марта. И Борис Николаевич обходил нас с рукопожатиями. Наверное, вряд ли он нас там сильно различал в лицо, прямо скажешь. Еще как различал. Серьезно, да? Ну, а то он не знал. Ну, не знаю. Мало ли, а что он прямо сидел, смотрел телевизор, у тебя умолеет. Но факт тот, что я пожимаю ему, значит, руку, он на меня так смотрит. Я говорю, да-да-да, это я, именно я гоню чернуху. И он так хмыкнул как-то и отвернулся. Да, было дело. Ну, собственно, и все наше общение с Борисом Николаевичем. С Наиной Васильевной общалась больше потом уже. Олег Максимович, который тоже недавно от нас ушел, он вспоминал, по-моему, в своей книжке, что... Это я цитирую, да, не факт. У всех своя аберрация бывает и памяти. Хотя он писал ее по горячим следам, что кремлевские, он не пишет сам Ельцин, очень не любили Сорокину именно вот за все это. За жесткость, за, наверное, пацифизм, да, там и за определенную неуправляемость. Он вспоминает, что дискуссии, мягко говоря, которые сам Папцов вел с тобой, они не приносили ему радости. И там еще есть фраза, у нее, у Сорокины пишет он, красивая улыбка, с этим не поспоришь, но человек, она жесткий и очень неудобный. И поэтому, если она отстаивала что-то, то отстаивала уже до последнего, до ссор, а потом уже сам Папцов со своими кураторами должен был объясняться. Нет, потом уже был Сагалаев как раз, который мне объяснил правила игры-то. А Сагалаевым смешно получилось, потому что начали-то мы общение как раз с того, что он мне объяснил правила игры, что за три дня люди повозмущаются, что меня уволят, а три дня пройдет и забудут. А неужели я не переживу эти три дня? Вот это я помню. Я в смысле он. Да-да-да, это про Эдуарда Михайловича. И я помню, даже сижу у него в кабинете, а мы не были совсем знакомы на тот момент, когда он к нам пришел руководить компанией. Совсем не были знакомы. И я помню, что как-то меня пробрало от этого разговора, потому что я поняла, что... Потому что Эдуард Михайлович, при том, что он милый, замечательный, улыбчивый, тоже мог быть ого-го, каким жестким и неприятным. И вот я помню, сижу, вечер у него в кабинете сижу, у меня следующий выпуск в 11. Мы тогда по 2 вели в 8 и в 11 вечера. И я понимаю, что я могу не дойти до 11 уже, что меня могут прямо сейчас вышвырнуть. И так мне не по себе было. Прям сижу так, это вот, переживаю. А что он говорил в этот момент? Вот он ровно это и говорил. А вот это именно. Светлана Иннокентьевна, даже, по-моему, она подчеркнута как-то. Светлана Иннокентьевна, вы думаете, что вас нельзя уволить? Вы что себе позволяете? А это было как раз после 8-часового выпуска, когда я опять что-то там было с пацифистской выдала. Вы что себе позволяете? Там даже хуже было, потому что уже тогда ввели внутренний контур такого внутреннего интернета, и по большому счётку верстка была уже электронная, не на бумажках. И эту электронную верстку уже могли видеть там представленные люди. А представленные у нас были в редакции такие сильно нелюбимые нами люди, которые смотрели уже эту верстку. И там были периодически у нас, конечно, подтасовки. То есть мы не ставили в верстку то, что выдавали. Ну, не всё, во всяком случае. Или реплику какую, или сюжет. Ну, прямое преступление, разумеется, эфирное. Ну, вот бывало такое. И иногда. Ну и... А что он в этот момент тебе предлагал? Он мне ничего не предлагал. Он мне предлагал поразмыслить над судьбой своей. Выглядело это буквально так. Я, кстати говоря, запомнила дословно, а потом через несколько лет, когда в нас изменились отношения, когда он уже был уволен, когда я уже ушла. Ну, в общем, всё. Я ему однажды про этот случай рассказала. Он очень смеялся. Но мне тогда было не смешно, потому что он мне сказал, Светлана Накентина, вы думаете, что вы неприкасаемая, что вас нельзя уволить, что ради вас там люди будут возмущаться, забрасывать письмами за звонками и прочее. Ну да, денёчек будет. Потом, может быть, ещё денёчек. Где-то в курилках коллеги повспоминают. Слыхали, да? Вот уволили. Потом ещё денёчек. Оставшиеся те, кто подбежал в последний момент, ещё позвонят или что-нибудь напишут. Ну что вы думаете, я три дня не переживу? Я поняла, что переживёт. Ну, кстати, тоже у меня вопрос. Вот зрительская любовь, да? Она была безусловной не только к тебе. Она была безусловной к тебе особенно, потому что ты олицетворял для них вот женский такой образ, да? Человека, сочувствующего, переживающего. Слово эмпатия тогда не было, но это была ровно она, да? Но ещё были довольно большое количество людей, которых реально люди любили. Куда она девается вот в таком физическом воплощении? То есть не то, чтобы подойти на улицу и прикоснуться, да? А попробовать как-то какими-то другими действиями. Это наивный, романтический вопрос, да? Выразить своё отношение к тому, что увольняют такого-то, увольняют. Ведь действительно были демонстрации. Были. Были демонстрации в защиту взгляда. Были демонстрации, когда сняли 600 секунд. И когда НТВ громили, тоже были. НТВ, сейчас мы к ним придём. Это был последний всплеск, да? Когда ещё можно было выходить на эти демонстрации. Да, то есть получается, что этот зритель, который был влюблён, который кого-то даже обожествлял, кого-то обожал и так далее. То есть любили одних, а когда им предложили совсем других, то есть их легко женили на других, да? Любят одних, женят на других. Что тебя тут возмущает? Ну вот я всё время думаю, где эта развилка? Вы, мы, да, если шире говорить, сдали позиции, сдавшись под напором новых обстоятельств. Или в этом отчасти и зрители тоже виноваты, которые смирились с тем, что их лишили, в общем, того, что для них было важно, тех людей, которых они воспринимали как собеседников. Главный итог, главный итог 90-х, и не только нас, как журналистов, но и многих политических деятелей, общественных деятелей, это то, что именно гражданское общество так и не сделали мы, не сформировали, не сложили его. Нету гражданского общества. Сейчас последние осколки его выметают куда-то, как ссоры из СБ, а мы его не сделали. В общем, я помню, даже, по-моему, Гайдар это признавал, говорил, слишком мало внимания именно общественному мнению уделяли, разговору с населением, прояснение многих вопросов. Объяснение, да. Да, понимаешь? Многое не объяснено было, как в экономике, так и в политике. На общество как-то наплевали и задвинули. И поэтому никакого гражданского общества не сложилось. Нету его. Тонкий-тонкий такой слой, который есть всегда, у которого, как тут гособвинение Орлову сказала, да, замечательно, провести психиатрическую экспертизу, поскольку у человека обострённое чувство справедливости и полностью отсутствует инстинкт самосохранения. Ну, это да, это такой абсолютный рецидив. Тоненький слой людей, у которых обострённое чувство справедливости, и им отсутствует инстинкт самосохранения. Но их мало для того, чтобы это самое общественное мнение было услышано. А сейчас ему и проявляться негде, кроме как взяли суда. У тебя был этот инстинкт самосохранения? Да, конечно. Вот тогда нет, наверное. Это моложе было, без башни. И как-то вот действительно оглядываясь, думаю, как-то тогда особо не было этого инстинкта самосохранения. А сейчас я чувствую это, конечно. Сейчас всё как-то стало гораздо опаснее, я бы сказала, потому что все эти последствия, они стали очень конкретными, реальными и страшными. И подсудными. И подсудными. Я сейчас читаю про конец династии Цин в Китае. Это самый конец XIX, начало XX века. И там встречаю время от времени о том, что даже во времена всех этих династий Мин и Цин у ворот запретного города можно было встать и кричать правду. И никто не смел тебя тронуть, потому что ты стоишь у ворот запретного города, и там ты можешь. Можешь там, правда, с ума сойти от того, что на эту правду ни на кого не действует. Но прокричать эту правду ты можешь, встать и кричать. Даже если ты про императора, императрицу и так далее. Так вот, представляешь, средневековые уклады, чёрт знает, какие церемонии. Но, тем не менее, правду можно было прокричать. Наверное, понимали, что как-то без этого просто... Выхлоп надо населению, да? Да, нужно прокричать. Сейчас немалочком не постоишь. Ну, это примерно, знаешь, как история тоже Руси, чуть ли не до Петровской, выражение откладывать в долгий ящик. Когда можно было принести свою челобитную к стенам крылья и бросить. Ну, сейчас можешь в администрацию президента. Да, и ты выйдешь на площадь, и крикни. Да. Рейган-дурак или кто там теперь, Байден. Да, можно это прокричать. Ну, и возвращаемся к главной для нас теме Дню рождения НТВ. Ровно 30 лет назад, 10 октября 1993 года, в эфир вышла первая программа нашей телекомпании. За эти годы мы показали сотни тысяч часов информационных программ, ток-шоу, фильмов и сериалов. Наши проекты неоднократно удостаивались российских и международных премий. Награды получили информационные программы сегодня, центральное телевидение, своя игра, ток-шоу «Жди меня» и другие. Мы создаем контент с использованием инновационных технологий и выходим в прямой эфир по стандарту связи 5G. Даже Останкинская башня сегодня заиграла оттенками нашего телеканала. Каждый день для зрителей трудится огромная команда НТВ. И сегодня мы говорим спасибо тем, кто создал телеканал и тем, кто продолжает его создавать изо дня в день. Но самые теплые слова благодарности мы выражаем, конечно, вам, нашим зрителям. НТВ тоже 30 лет. Ты говоришь, телевизор не смотришь, и поэтому наверняка не видела юбилейные сюжеты. Нет, а что? А я посмотрела. А, 30-летие, да? Да. И что это было? А история начинается далеко, или, вернее, продолжается совершенно далеко не с вас, а с людей, которые сегодня формируют облик НТВ. Если даже на 25 лет вы ещё там были, и у вас даже были маленькие какие-то включения синхроны, и даже у уж совсем крамольного, запретного и на агента Евгения Киселёва, да, и ты там была, то теперь этого просто нет. То есть очень легко писать историю, стерев ластиком, да, всё, что составляло... Историю пишет победитель. ...славу. Всё. Историю пишет победитель. Кто победит и кто победил? Хорошо, НТВ, 97-й год. Ты приходишь в компанию, куда уже до тебя пришёл и Олег Добродеев, и тот же самый Киселёв. Инна Агент. И многие другие пришли с ВГТРК. Дальше там проживаешь очень ёмкий и новый для себя. 98-й, 99-й, 2000-й и весна, 3,5 года. 3,5 года там провела. Сегодня мы уже прекрасно понимаем, и что тоже тогда случалось. И не там ли была тогда вот эта вот развилка, общая развилка, да, когда опять выбирали меньше из двух зол, работая в одни ворота. Выборы же были, да, понятно. Ну, были для начала 96-го года выборы, которые я ещё встретила на ВГТРК, так на минуточку. А, это ещё, да, правильно. Были ещё 96-го года выборы, все эти залоговые аукционы уже тогда были и прочее. Так выборы, вот я о чём хочу тебя спросить. Эти выборы оказались определённой развилкой. И почему, да, потому что период полной свободы, который был в начале 90-х, да, а потом абсолютно добровольное участие, да, и в этой игре, в общем, в одни ворота, мне кажется, оно, вот это вот обстоятельство, показало тогдашней власти, что можно ведь и так. Ведь можно журналистам и подчиняться. Хочешь верь, хочешь нет. Нет, я в эту предвыбранную кампанию не потому что коммунистов любила, а просто потому что так нельзя, старалась давать равное время тем и другим в эфире, за что было бито периодически. Уже на НТВ? Нет, ещё в ВГТРК. Ещё в ВГТРК. Это была ещё одна такая моя вина, потому что я показывала там митинги, которые собирал Зюганов и выступал. Кстати говоря, за что он потом меня очень даже уважал. Оказывается, он это заметил, что я выдавала его митинги. А меня за это очень порицали наши руководители. И говорили мне буквально, ты что хочешь, чтобы победил Зюганов, придут коммунисты, ну это будут вешать на столбах, тебе первую повесить. Ну, в общем, всё это, были вся эта риторика. А я говорила, так нельзя, потому что выборы, это выборы, нужно давать равные возможности. Ну, хорошо, ты в следующий выпуск тоже собираешься пока митинг, там, стадион собрал Зюганов. Я говорю, собираюсь. Ну, тогда хотя бы как-то забрю шашечками, что там полный стадион. Вот помню эту историю. Я говорю, как вы себе это представляете? Такое тоже было, да. И помню этого колоссального несправедления. Я не хотела, чтобы там победил Зюганов или что-то, но мне было катастрофически тошно смотреть на то, как идут подтасовки на уровне пропаганды. Я тут в связи с этим вспоминаю фразу, которую уже будучи президентом Владимир Владимирович Путин сказал на одной из пресс-конференций про отношения власти и СМИ. Ты наверняка помнишь, что власть, как настоящий мужчина, всегда должна пытаться, а СМИ, как настоящая девушка, женщина обязательно должна сопротивляться. Если вдуматься в смысл этой фразы, то получается, что, в общем, власть насильнее, потому что она пытается... Да, собственно, он это и вкладывал, наверное, в учениц. И так оно и случилось. Нравится, не нравится, по другому поводу было сказано. Терпи, моя красавица. В не менее, да, терпи, моя красавица. Вот НДВ последний был очаг такой, сопротивления. Сейчас не будем говорить, почему, как. И что в этот момент делал, но хотя бы они пытались сохранить самих себя, да, вы пытались сохранить самих себя в этой ситуации. Была ли такая возможность, опять же, про вот эти вот развилки, когда стало понятно, тебе, по крайней мере, что всё бесполезно? Помнишь эту фразу, которую ты написала, поговорив... Ой, Петровская заволокла всё-таки во всякие воспоминания. Ну а что делать? У нас памятные даты, памятные. Заволокла. Сижу тут и это... А вот помнишь... Помнишь. А вот помнишь. Да, но мы же перекидываем мазки сегодня, мы же пытаемся понять, почему мы оказались... Да, толку-то от нашего понимания. Вот в чём ужас, Ирина. То есть ты не хочешь вспоминать эту историю? Ну, господи, можно и вспоминать, когда мне, когда мне. Да довольно рано всё это стало понятно, потому что ясен был тренд, и что всё это... Лох кончится, тоже было довольно рано. Ясно. Ты мне упомнила про всё бесполезно или всё бессмысленно. Я уже забыла, как я написала Витю Шандеровичу. Бесполезно, я помню. И на агенту. И на агенту. И на агенту, да. Это уже встреча кремлёвская, когда с Путиным встречались. Если ты думаешь, что я рассчитывала на какой-то позитивный результат от встречи с Владимиром Владимировичем, то тоже нет. 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 Ничего. Это у некоторых моих коллег были какие-то иллюзии, что можно там поговорить, в чём-то переубедить. Нет. Я в этом совершенно была уверена, что ни в чём не проживала. То есть решение было принято. А это была такая чистая формальность. Конечно. Это просто довольно случайно получившаяся встреча. Довольно случайно. Ну, предложил, почему не пойти, не поговорить вдруг. Хотя я понимала сразу, что ничего не получится. Причём с обеих сторон. И как бы понимала и его позицию, его упёртость абсолютно. И нашу, которая тоже была вся так, это вот баррикадное настроение. А вот мы скажем это, а вот мы прокричим это. Ну, и понятно было, что при такой лозунговости никто никого не услышит, и это невозможно. Так скажем, непереговорная ситуация. Абсолютно непереговорная. Здесь своё, тут своё, ничего не получится. Да и не могло получиться. Вот. Поэтому, ну да, встретились потом Владимир Владимирович со мной. Вот мы 40 минут сидели с ним, разговаривали ещё перед общей встречей вдвоём. А никакого секрета нет о том, что это была за встреча. 20 раз говорил про это, всё равно спрашивает, о чём вы говорили? О чём? Да ни о чём таком мы не говорили. Он просто зондировал наши аргументы. Собственно, с чем пришли. Но длилось-то минут 30, не меньше. 40-40 минут мы говорили. 40 минут, да? Значит, всё-таки говорили. Ну, Владимир Владимирович тогда ко мне неплохо относился, он меня перевербовывал. Почему бы нет? Вот это интересно. Да-да-да, ничего интересного. Перевербовывал куда? Ну, на свою сторону в том смысле, что все неправы, а он прав, и надо понимать. Тем более, уже раскол-то был уже в компании. Понятно было, что не все придерживаются наших там позиций. Да, есть люди, которые по-другому считают и уже газпромовские, и газпромовские, и так далее. Вот. Ну, и я помню финал этого разговора. Вот мне тогда очень хотелось плакать. Я вообще была слезливая. Сейчас меня не болен, ты прошибешь на слезу. Да. А тогда я очень была слезливая. Я помню, сидела себе под столом, руки крутила, чтобы не заплакать. Так не хотелось. Вот сидим друг напротив друга, да. А я тут буду вся слезами заливаться. Взрослая женщина. Ужасно не хотелось. Вот сидела, крутила, у меня там все рук осеннее было. Вот. И просто когда уже не в моготу стала от того, что действительно все бессмысленно, я сказала, Владимир Владимирович, давайте закончим этот разговор. Даже если вы сто раз правы, а мы сто раз не правы, я сейчас никак не уйду из своего окопа и не брошу своих товарищей. Меня бессмысленно, как-то я сказала, меня бессмысленно в этом смысле переубеждать или перевербовывать, как-то так сказала. Давайте пойдем уже ко всем. Он сказал, ну что ж, пойдемте. На этом мы закончили. Так что я сама оборвала разговор. Пришли туда, и вот тут я вот написала Вите все бессмысленно. И поскольку поплакать-то все-таки хотелось, тут же выскочила в коридор, сказавшая, что я в туалет. Вот. Я выскочила в коридор, и там еще курить можно было. Я стояла, курила прямо в коридоре. Ага. Стояла, курила, да. Прямо стою, курю, какая-то гравюра висит там. Я на эту гравюру смотрю, нервно курю. Ну да. Да. Альфред Кох, который пришел потом на разгромленные эти, да, на руины фактически, потом говорил, что а мы никого не знали. Они сами все ушли. Да. Мы всем предложили, кто хотел остаться. Меня оставляли, да, меня оставляли. Мне предлагали остаться, когда мы все там уже заявления писали и прочее. Мне предлагали остаться, и помню замечательный разговор с одним из наших начальников, не буду называть. Мы сидели, разговаривали и... Просто к сегодняшнему дню тоже имеет отношение мое это воспоминание странным образом, потому что мы сидели, разговаривали. И я действительно, я была вся в размазанном состоянии, потому что очень трудно было, конечно, вот все это вот бросать, уходить и прочее. Сижу с заявлением, меня уговаривают остаться. Я прям сижу, слезы накипают на глазах, очень тяжело. И вдруг этот человек говорит мне и вообще, Свет, это, видимо, последний аргумент, вообще, Свет, ну что тебе делать с этими евреями? Могу представить даже примерно, кто это сказал. Ну, понимаешь, да? Да. Ну, там были такие зачатки у него. И он мне это произносит, и я так сразу... Говорю, ой, как хорошо, что ты мне это сказала? Подпиши заявление. Пошла к евреям. Я пошла, да. Как-то это настолько было, вот, ну, настолько... А сейчас, когда слушаете абсолютно уже антисемитские разговоры, какие-то, когда вот случайно попадаешь на какие-то реплики, и вдруг оказывается, что у нас антисемитизма нет, а он, оказывается, в полный рост расцветает, я, честно говоря, как-то теряюсь даже. Оказывается, так можно, да? Ну, если тебе сказали, что можно, то и можно. Мне тогда оказалось это крайне неприличным, то, что было сказано. А сегодня это всё вылилось уже на экран. Потрясающе. Потрясающе. И ничего. Ты кладись, кладись, на самом деле, если... Кладись чего? Сейчас скажу. Плохого опыта. У тебя был потрясающий опыт, ты вела Герой дня. Программу каждодневную, сейчас трудно даже представить. В общем, сейчас он ток-шоу гоняют часами. Это ток-шоу. А я говорю про интервью, куда приходили самые именитые спикеры, ньюзмейкеры, члены правительства, главы партии. Да, да, был дел. И всякое такое. И поэтому у тебя, я думаю, накоплен... Я не думаю, я на самом деле знаю огромный такой массив разных историй про разных людей, которые к тебе приходили. Многие из них остались на плаву. У тебя нет такого желания это всё как-то оформить, пусть на будущее. Мои воспоминания? Ну, такие воспоминания, которые больше напоминают, конечно, такие байки. Из склепа. Я просто их знаю. Из склепа именно. Причём в прямом смысле. И самое главное, что вот когда ты видишь сегодня этих людей, которые тогда оказались вполне себе приличными, демократичными, ты можешь себе представить, что вот такие трансформации могут происходить. Про журналистские трансформации мы более или менее поговорили. Ну, а что здесь? Здесь-то политики, это же political animals, это отдельная категория людей. Тут чему удивляться? Ну, иных уж нет от те далечия. Многие уже сгинули. Лет-то много, в том числе и нам с тобой. Поэтому все наши наблюдения, они тоже уже касаются в основном былой гвардии. Есть отдельные персонажи, которые, конечно, были когда-то знакомы и сейчас действуют. Например, тот же Собянин, да? Шойгу. 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 Все время ты неправильно произносишь, а я знаю. А не только, а в эфире тоже произносишь. Да, эти еще есть, это правда. Но а что мне на них смотреть? Что? Как они сильно изменились? Эту трансформацию я уже пережила примерно год назад, особенно остро, когда все это происходило. И теперь уже просто даже мысленно к этому не возвращаюсь. Я не знаю этих людей. Я их не знаю. давно это было. Другие были. Лукашенко тебе предлагал стать пресс-секретарем, насколько я помню. Да, было дело. Было дело. Ну, я бы долго там не продержалась, как ты понимаешь, если бы даже согласилась. С Лукашенко действительно было забавно. Он хотел тогда, имел амбиции очень большие. Он думал, что объединенное государство, и он вполне возможно станет во главе этого объединенного государства России и Беларуси. Всерьез так думал, да. Ну, и звал меня себе пресс-секретарем. Я и тогда еще, конечно, смеялась, пожимала плечами. Никогда в голове этого не было, но он почему-то думал, что это заманчивое предложение. Но это не только он вообще в политику пытался. Я помню, у тебя какие-то были предложения от партии. Евгений Максимович Примаков меня приглашал тоже пресс-секретарем, когда он тоже как бы имел амбиции баллотироваться. Да, да нет, ну, разумеется, приглашали в разные партии, приглашали, это правда. Никогда я не имела склонности к этому, поэтому бог миловал, ну его нафиг. Ну, не буду говорить тогда, тем более идеалистическую идею, что, может быть, если бы нормальные люди тогда все-таки куда-то пошли в политику, может быть, что-то было бы по-другому. Как это было, да, члены партии, в КПСС, приличные люди шли. А ты была, кстати, член партии? Нет, никогда. Нет. Я тоже. Нет, хотя предлагали с измалу, я еще когда в институте училась, а я была круглая отличница, и мне предсказали, что дадут ленинскую стипендию, если я вступлю в партию, хотя бы в кандидаты, и дадут сразу ленинскую стипендию. А надо сказать, что жили-то мы как все, трудно, и я подрабатывала по вечерам уборщицу и маму в школе, ну, чтобы хоть какие-то деньги, потому что повышенная стипендия была ерундовая, 55 рублей. И мне сказали сразу 120 рублей. В те времена это такая хорошая зарплата этого самого инженера была. Но нужно подать заявление и вступить в партию. Вообще, мы мало предлагаем студентам, это такая прям честь и так далее, а я отказалась. Казалось, мне велели подумать. Я подумала и все равно отказалась. Так никогда больше не вступала в партию. Больше не предлагали, Нет, потом предлагали. Мне на работе предлагали еще все. Мне все время предлагали. Я никогда не вступала в эту партию. И, слава богу, не надо было ничего демонстративно сжигать, отказываться или рвать. Не была я не была. И все. Да. Так что-то... У меня была прекрасная возможность в жизни заниматься хорошим, красивым делом. Это правда. быть инженером лесотехнического хозяйства. Ландшафтным архитектором беревыше. Тогда не было такого, мне кажется, еще что-то выражения. Это называлось озеленение городов и населенных мест. Специальная группа у нас такая была. То, что потом очень быстро как бы стало называться ландшафтной архитектурой красивой. Тем более. А сейчас бы ты вообще бы уже... Ты у меня на даче была? Была. Шикарно. Лесочек мой видела? Лесочек выращенный. Да, ни одно дерево посадила и ни одно вырастила. Но это я-то понимаешь, чему уклонила. Дочку вырастила. И вот ты упустила эту прекрасную возможность. Сейчас, может быть, ты была бы главным ландшафтом, не знаю, чего главным, но ландшафтным архитектором. И ступила вот на эту, в общем, прямо скажем, довольно скользкую дорожку и пошла вот в эту профессию, которая в итоге привела многих из нас... У тебя, правда, осталась эта некоторая возможность вернуться, да, но к определенному смысле к разбитому корыту. Нет у тебя сегодня вот этого ощущения, что... Не туда пошла? Мне, кстати говоря, когда я... У меня была вот эта серьезная развилка, что называется, искала себя, когда я уже немножко работала на телевидении нештатником. И в это же время я училась в аспирантории, потому что меня ждали, как преподавателем у меня на кафедре. И в это же время я дружила, был такой замечательный, легендарный уже директор дворцов и парков царскосельских моей родины Иван Петрович Саутов. Он такой прям легендарный был директор, многолетний. И он... А у меня отец, после того, как он вышел, демобилизовался, он некоторое время работал инженером-электриком в дворцах и парках там. И нашу семью знал хорошо Иван Петрович. Иван Петрович меня позвал как раз быть, возглавить, быть главным этим самым садовником, как назвать, даже не знаю, дворцово-паркового комплекса нашего царскосельского. Я садовником родился. Да, я садовником родился. То есть, как бы возглавить всю эту работу по огромному хозяйству дворцов и парков царского села. Там же не один парк даже. Там же у нас Александровский, Бабловский, всё это вот. И я всерьёз размышляла на эту тему. Вот мне пойти заниматься вот этим делом, согласись, интересно, родное царское село. Красиво. Да, я уже водила экскурсии во дворце просто в свои выходные дни. Мне это очень нравилось. И вот такое предложение взять и заняться садами и парками царского села. Может, не поздно? Да нет, уже теперь поздно. Но как-то приняла решение в определённой... Нет, несмотря на все потери, несмотря на все шишки, которые по ходу были набиты, я об этом не жалею ничуть. Это уже мой путь, и времена не выбирают, в них живут и умирают. Большие пошлости на свете, нет чем плакать и стонать, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Мне достались эти времена, и я прожила их как могла. Нет, не жалею. По-моему, это прекрасная точка нашего сегодняшнего разговора. Это ещё многоточие. Многоточие. Потому что нам ещё столько в этой учебнике истории... Точка начала сегодняшнего разговора. Нам ещё в этой истории, в учебнике истории ещё столько страниц перелистать и столько перемен увидеть. К сожалению. Наверное, не самых радостных. Поэтому спроси меня ещё через годик, сильнее я стала или слабее. Может быть, у меня будет ответ. Если у меня будет возможность спросить. Света, спасибо тебе большое, что пришла, что так искренне и откровенно говорила. Все твои настроения я прекрасно знаю и считываю, поэтому я намеренно к какой-то уж совсем сегодняшней актуалке не обращалась. Тем более, то, одно из последних интервью, которое ты давала в марте прошлого года, да, ты там всё выразила абсолютно исчерпывающе. Катя Гордеевой. Поэтому мне интереснее было поговорить вот о некоторых переплетениях и наших общих судеб и исторических всяких пересечений. Знаешь, Ира, вот одно могу сказать, что какой-то самый ближний круг друзей, он абсолютно на одной волне остался. И здесь разочарования нет, согласись. Ну, есть вот наш близкий круг, который, нам не нужно ничего друг другу объяснять. По счастью, мои близкие тоже, в этом смысле, мои заединщики. И вот это, наверное, как-то поддерживает. Было бы хуже, если было иначе. Так что, так что, Ирка, держимся. И всё равно. Это мы прожили золотой и счастливый век. Я с тобой согласна. Это одно воспоминание делает нас сильнее, а другой вопрос, чем мы дышим сегодня. Не надо эпитафий. Нет, я говорю, другой вопрос, чем мы дышим сегодня. И можем ли мы какие-то в себе обнаружить хотя бы какие-то остаточные рудименты надежд, но не будем о грустном. Дорогие друзья, это были Светлана Сорокина, Ирина Петровская, наш гостевой эфир нашего стрима «Смотри в оба». Пожалуйста, как всегда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Ну и до новых встреч!